8.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Вот главная тема дня. Кто виноват в разрушенных дорогах? Водители большегрузов или нерадивые строители? Большая семья. 20 детей за год родилась у семейной пары в Грузии. Как такое возможно? Обо всем подробно прямо сейчас. Оплата услуг сотовой связи бьет по карманам жителей приграничных поселков Кустанайской области. Из-за отсутствия казахстанских операторов население ну просто вынуждено пользоваться услугами российских компаний и переплачивать за звонки. А школьники, которые готовятся к экзаменам, и вовсе страдают из-за плохого интернета. Почему села остаются вне зоны доступа, узнавала Наталья Строкова. От основной трассы до Урнека 8 километров. По такому бездорожью их можно проехать за полчаса. Но для местных жителей это не самое страшное. Больше всего они боятся, если в пути сломается транспорт. Вызвать подмогу здесь нереально. Местами даже невозможно дозвониться в экстренные службы. Поездка домочадцев за пределы села – это постоянный стресс для сельчан. Особенно зимой. Выехал, если значит всё. Ни российской, ни казахстанской связи нет. На дороге, если остановился, поломался что-то, то всё, значит стоишь, пока не замёрзнешь или пока не дойдёшь куда-нибудь. Без связи и качественного интернета выпускница Оксана Мамержанова с перебоями готовится к экзаменам. Он будет поступать в медицинский колледж. Папа возит нас на перекрёсток за 20 километров от нашего села. Там уже можно поймать казахстанскую связь и загрузить любую страницу с интернета. Поэтому часто готовлюсь в машине, прямо на дороге. Во время онлайн-обучения дома школьников обеспечили интернетом, установили усилители связи – российской. Половину затрат на себя взяли местные предприниматели. Через российскую связь дети выходят в интернет. Усилитель 70 тысяч тенге стоит. Половину оплатил местный предприниматель. Остальную часть мы сами оплатили. Каждый месяц по 5 тысяч тенге оплачиваем. Огрозят страницы плохо. Постоянные перебои. В Урнекском сельском округе четыре приграничных посёлка. Ни в одном из них нет казахстанской связи. Жители вынуждены пользоваться услугами российских операторов и переплачивать за звонки в роуминге. В эконом-режиме набегают около 5 тысяч тенге в месяц. Чтобы пополнить баланс или снять зарплату с карты, едут в райцентр за 80 километров. Нанимают машину. Вот если четыре человека поехали на одной машине, 7 тысяч, 8 тысяч надо заплатить, чтобы съездить с коробой. Это же тоже деньги. Понимание со стороны казахстанских операторов сотовой связи есть, говорят в местном Акимате. Всё упирается в деньги. В местном бюджете нужной суммы нет. Очень большие проблемы в том плане, что покрытие российской связи большое. Для того, чтобы их связь перебить, нам нужно ставить большие вышки с усилителями. Это дорогостоящий объект, который стоит очень больших денег. Пути решения проблемы власти района продолжают искать. Ведут переговоры с казахстанскими операторами и пишут письма в профильные ведомства. Наталья Строкова, Ремех Мухаммедьяров, Кустанайская область, Хабар, 24. 120 водителей больших грузов оштрафовали с начала года в Шымкенте. Многотонные машины превышают ограничения по весу и нагрузке на ось. Ну и как итог, деформированный асфальт. Так утверждают в транспортной инспекции. В мегаполисе решились на пилотный проект, который поможет оперативно выявлять разрушителей дорог. Рассказывает Катерина Попкова. Эту дорогу в микрорайоне Тосай не ругает только ленивый. На каждом метре ямы и трещины. Специалисты говорят, асфальт утосил местами на 10 сантиметров. Жители винят во всем большегрузы. Они ездят здесь ежедневно. Доверху груженные машины возят, как правило, песок и щебень. У нас здесь есть недалеко карьер, поэтому по этой дороге постоянно проезжают большегрузы. Дорогу пять лет назад полностью отремонтировали. А сейчас смотрите, какая она. Волно идет. Уже сколько лет так состояние такое? В грузовой ездят, поэтому... Попытки транспортной инспекции выявить тех, кто перегружает машины, не всегда успешные нарушения выявляют с помощью передвижного пункта. Но когда его сюда привозят, большегрузы, как правило, сразу пропадают. Охватить все проблемные участки специалисты физически не могут. Но с начала года выявили 120 фактов перегруза. Превышение по весам, само собой, на качество дорог влияет. В нашей инспекции шесть сотрудников. Из них сейчас происходит процесс сокращения. Два сотрудника сократилось, у нас четыре инспектора всего. Само собой, это же очень мало. В филиале Национального центра качество дорожных активов уверены, дороги портят именно тяжеловесные автомобили. В мегаполисе есть трассы, где постоянно латают дыры. В этом году, например, отремонтируют 295 километров дорог. 70% из них подлежат среднему ремонту. И на это выделены почти 8 миллиардов тенге. Большие грузы сейчас едут, которые с карьера, например, с сарвиса, пески везут. Они перегрузом едут, трещины будут, просадки. В свою очередь водители больших грузов сетуют на качество строительства самих дорог. Сайфула Шабулатов 20 лет за баранкой. Говорит, устал считать деньги, потраченные на ремонт авто. В этом году подрядчикам, занимающимся строительством дорог в мегаполисе, сделали больше 200 замечаний по качеству дорожного полотна. Дефекты заставили исправить. В ближайшее время в городе запустят пилотный проект – интеллектуальный транспортный контроль. Трассы, где чаще всего проезжают большие грузы, оснастят автоматическими весами. Специалисты уверены, так будет легче поймать нарушителей. Катерина Бобкова, Азамат Саметов, Шумкент, Хабар 24. К 2030 году доля электронной торговли в ритейле ЕАЭС вырастет до 30%. Такие вот прогнозы дали эксперты Петербургского международного экономического форума. Для того, чтобы это стало возможным, странам Союза предстоит решить ряд вопросов по налогообложению, логистике, защите прав потребителей и другим важным моментам. С нами этим утром наш экономический обозреватель Индира Тихжанова. Индира, как планируют регулировать общий рынок? Ростан Евразийской экономической комиссии сообщили, что будет разработан целый комплекс мер, в том числе и нормативных актов, для того, чтобы не допустить каких-либо перекосов. Ряд важных задач предстоит решить в ЕАЭС, чтобы сохранить и развивать единый рынок электронной коммерции. Пока барьеры создают разные национальные стандарты обмена данных, а также платежных систем. Таких ограничений в Союзе быть не должно, отмечает министр торговли Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. По его мнению, стабильности рынка может угрожать и так называемой стратегии управления потребительским поведением, когда заинтересованные лица искусственно повышают на рынке популярность одних товаров, при этом задвигая другие. В комиссии намерены не допустить ситуации, аналогичной с китайской компанией Alibaba, которую обвиняют в злоупотреблении доминирующих позиций на рынке. Есть все шансы сформировать в ЕАЭС прозрачную среду для электронной коммерции без какой-либо дискриминации, говорит Слепнев. На форуме представители крупнейших онлайн-ретейлеров сообщили о проблеме, связанной с уплатой налогов и пошлин при возврате покупателями продукции, купленной через маркетплейсы. Также, по их словам, пока нет безболезненного решения по подтверждению нулевой ставки при экспорте. Из-за этого казахстанцы, заказывая товары из России, вынуждены платить даже больше грузинских потребителей, хотя эта страна не входит в Союз. Вопрос детально будут обсуждать на ближайшем совете ЕЭК. Тема по НДС является сейчас очень важной. С формальной точки зрения в Союзе это воспринимается как приобретение товара частным лицом на территории другого государства и НДСом облагаться не должно. Но мы понимаем, что с тех пор, когда писалась эта норма, прошло много времени. Сейчас это реальный бизнес и, безусловно, это деятельность коммерческой цифровой площадки на территории страны-получателя. Поэтому мы в июне предложим членам совета принять принципиальное решение о том, что мы соглашаемся с этим подходом и стартуем с разработкой соответствующих нормативных документов Союза. Объем электронной коммерции в Казахстане уже в следующем году могут достигнуть почти триллиона тенге. Такие прогнозы дают в Ассоциации «Цифровой Казахстан». Эксперты считают, что есть все предпосылки для такого развития. И они ожидают прихода на рынок новых игроков, а также расширения и улучшения сервиса действующих площадок. Отмечу, ускорение всех этих процессов спровоцировало пандемию коронавируса. По сведениям Ассоциации, в прошлом году рынок розничной электронной коммерции в стране вырос на 82%. Общие объемы достигли почти 600 миллиардов тенге. При этом на 20% увеличилось число онлайн-заказов, а средний чек в тенге вырос на 52%. И почти до 90% подскочила доля покупок, совершенных с мобильных устройств. В Ассоциации прогнозируют, что малый бизнес будет и дальше активно вовлекаться в продажи через электронные площадки. В перспективе в Казахстане увеличится число предпринимателей, которые продают свои товары только онлайн. Но для дальнейшего развития нужно улучшать качество мобильного интернета, особенно в отдаленных регионах. В стране также не хватает курьерских и логистических компаний. Проблема в низкой плотности населения, логистика очень дорогая и сложная, недостаточно развита инфраструктура, отмечают участники рынка. И к международным новостям. Рекордное количество экспресс-доставок выполнили в Поднебесной. Как сообщает в Государственном почтовом бюро Китая, с января по май поставщики данных услуг обработали свыше 40 миллиардов посылок. Отмечу, это почти весь объем 2017 года. Все эти месяцы число ежедневных посылок в Китае превышало 260 миллионов, оказывалось более 500 миллионов услуг. По оценкам бюро, до конца года в Поднебесной доставят более 95 миллиардов экспресс-посылок. Сальвадор намерен первым в мире официально признать биткоин в качестве законного платежного средства. Об этом на конференции в Майами заявил президент страны Наиб Букеле. По его словам, уже на этой неделе в Конгресс внесут соответствующий законопроект. Глава Сальвадора считает, что эта мера позволит создать новые рабочие места в стране и обеспечить доступ к финансовым вложениям многим жителям. В стране уже начали переход на криптовалюту, идет взаимодействие с крупнейшими платформами, создаются целые сообщества, которые выстраивают биткоин-экономику. Отмечу, государство еще в 2001 году отказалось от собственной денежной единицы и использует американский доллар. Эксперты отмечают, что сейчас экономика Сальвадора находится в сильной зависимости от наличных. Более двух третей населения не пользуются банковскими картами и счетами. И официальный курс на сегодняшнее утро. Доллар стоит 428 тенге 15 тыинов, евро 518 тенге 70 тыинов и российский рубль 5 тенге 85 тыинов. Растан, это были все деловые новости. К данному часу эфир снова ваш. Спасибо, с нами была Индира Тегжанова. Те, кто привык работать удаленно в период пандемии, теперь не хотят возвращаться в офисы. Не знаю у кого и какие рабочие места, но сотрудники Apple выступают против возвращения в душные помещения. Хотя уж их офисы точно душными назвать нельзя. И вот они обратились к руководству компании с открытым письмом. Об этом и не только в программе «Между строк». Перестроить американскую экономику. В эксклюзивном эссе, написанном для журнала Forbes, вице-президент США Камала Харрис рассказывает о том, как использовать ситуацию в стране на благо предпринимателей, чтобы все получили возможность следовать за американской мечтой. В начале статьи она сравнила экономику США с мостом Bay Bridge. В 1989 году землетрясение Лома Приета вызвало обрушение части конструкции. Тогда власти оказались перед выбором – восстановить мост в первоначальном виде, либо пересмотреть конструкцию и укрепить опорную систему моста, чтобы он мог выдерживать удары стихии в будущем. Власти выбрали второй вариант. «Теперь, когда мы постепенно выходим из пандемии, нашей стране предстоит сделать такой же выбор», – заявляет политик. По ее словам, пандемия обнажила недостатки и слабые места экономики. Каждая из трех предприятий малого бизнеса закрылась. Почти два миллиона женщин были вынуждены уйти с работы. Миллионы семей с трудом оплачивают аренду жилья и покупку продуктов питания. «В настоящий момент США нуждаются не столько в ремонте, сколько в полном переосмыслении», – пишет Харрис. «И предоставив финансовую помощь в размере 60 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, необходимо продолжить работу, чтобы расширить доступ к капиталу, а также устранить другие препятствия на пути к успеху для предпринимателей по всей стране», – указывает Камала Харрис. «Помочь бедным странам с вакцинацией должна Америка. Это в ее же интересах», – пишет в статье для Project Syndicate журналист Джозеф Най. Автор отмечает, что в Индии, Бразилии и в странах Африки темпы вакцинации низки, а количество новых случаев и уровень смертности высокие. Журналист называет четыре важные причины, по которым вакцинация людей в бедных странах отвечает национальным интересам США. Во-первых, это в медицинских интересах самих американцев. Вирусы не спрашивают национальность у людей, на которых нападают. Огромное количество невакцинированных дает им возможность мутировать и создавать новые штаммы, которые способны обходить защиту, формируемую вакцинами. Все это может привести к увеличению смертности, перегрузке системы здравоохранения США и других стран, а также к введению новых карантинов и ущербу экономике, убежден Джозеф Най. В качестве второго аргумента он называет ценности американцев, которые никогда не проходят мимо тех, кто нуждается в помощи. Третья причина – предоставление вакцин бедным странам, а также помощь в развитии их собственных систем здравоохранения, позволили бы нарастить мягкую силу США, которой страна всегда отличалась. И, наконец, существует еще и геополитическая конкуренция. Передавая в дар другим странам медицинские материалы и вакцины, Америка сможет еще больше влиять на отношение к себе международного сообщества, считает Джозеф Най. «Это именно то, в чем преуспел Китай, и США должны последовать его примеру», говорится в статье. Сотрудники Apple выступают против возвращения в офис с удаленной работой, передает издание Verge. Около 80 сотрудников компании составили письмо, в котором попросили руководство самостоятельно определять формат работы. Обращение составили через два дня после того, как гендиректор Apple Тим Кук сообщил сотрудникам о том, что хочет вернуть их в офис на три дня в неделю. По словам авторов письма, решение компании побудило некоторых из них уволиться. Работники отметили, что теперь чувствуют, словно им приходится выбирать между семьями, хорошим самочувствием, способностью к лучшей работе и причастностью к Apple. По данным Verge, компания не поощряла работу из дома до 2020 года. В декабре 2020 Кук сказал сотрудникам, что они могут вернуться в офис в июне. Издание называет позицию Apple по-прежнему консервативной по сравнению с другими технологическими гигантами. Разрушитель лайфхаков. New York Times рассказывает историю итальянца Хаби Лейма, который стал звездой ТикТока после того, как потерял работу. В социальной сети он прославился тем, что одним взглядом демонстрирует бессмысленность советов из интернета. Сейчас новых видео от 21-летнего блогера ждут 65 миллионов подписчиков. Лейм рассказал изданию, что после школы устроился рабочим на завод. В начале 2020 года из-за локдауна в заводы закрылись, и парень остался без работы. Во время изоляции он и завел аккаунт в ТикТоке и начал активно загружать ролики. Хаби экспериментировал с форматом на протяжении года. И в начале 2021 записал первые реакции на лайфхаки. Он находил глупые и часто бесполезные советы для простых задач. Например, как смастерить ручку для стакана, чтобы выпить из него воды. Или как разорвать руками апельсин. Он записывал к ним ответ, в котором достигал результата привычным способом, без лишних устройств и усилий. В конце Лейм закатывал глаза и расставлял руки, как бы спрашивая автора лайфхака, в чем проблема сделать так. Этот формат оказался простым в производстве, а почти полное отсутствие слов позволило привлечь большую аудиторию. Мы продолжаем. По меньшей мере 17 человек стали жертвами ракетного обстрела на северо-западе Йемена. Удар пришелся на автозаправочную станцию в центре города Марипа. По данным СМИ, снаряд, выпущенный повстанцами-хуситами, привел к серии взрывов. В результате чего сгорело несколько автомобилей. Десятки человек с сильными ожогами доставили в больницу. Среди жертв происшествия несколько детей. Напомню, гражданская война между правительственными войсками и вооруженными формированиями хуситов в стране длится уже с 2014 года. В боях на стороне международно признанного правительства участвуют силы Саудовской Аравии и других арабских государств. Мы призываем международное сообщество остановить преступления, совершенные хуситскими ополченцами. И мы надеемся, что эта атака станет последней. Тем временем, три человека погибли. Еще пятеро пострадали в результате стрельбы в американском штате Флорида. Инцидент произошел во время выпускного вечера. Как заявили в полиции, к концу мероприятия, к ресторану, где проходил праздник, подъехали два автомобиля, из которых неизвестные открыли огонь по выходившим из заведения людям. После чего злоумышленники скрылись. Сейчас полицейские проводят расследование. Состояние раненых оценивается как стабильное. Огнестрельное оружие в легком доступе. И теперь мы видим последствия этого. Мы должны сплотиться, чтобы это насилие прекратилось. Это чрезвычайно разочаровывает. Недавно мы провели операцию и изъяли у арестованных десятки пистолетов и ружей. Теперь такие мероприятия мы будем проводить чаще. Более 120 пассажиров из севшего на мель парома эвакуированы в Бруклине. Судно, курсировавшее между Нью-Джерси и Нью-Йорком, врезалось в береговую линию, после чего получило пробоину и потеряло управление. К счастью, долго ждать помощи не пришлось. В спасательной операции были задействованы все экстренные службы города. С незначительными травмами в больницу госпитализировали одного из членов экипажа. Все же другие отделались лишь испугом. С последствиями аварии удалось справиться в течение нескольких часов. Трех человек, потерявшихся в горах Туркестанской области, эвакуировали на вертолете. Накануне молодые люди, жители Сарагашского района, ушли в горы по направлению ущелья Бурглик к водопаду и заблудились. А на обратном пути одному из туристов стало плохо. Они не смогли спуститься с гор самостоятельно и обратились за помощью. За ними отправили вертолет Ми-8 с шестью спасателями на борту. К вечеру компанию друзей доставили в аэропорт Шымкента. В департаменте полиции Кустанайской области рассказали подробности массовой драки, произошедшей в городе накануне. В ведомстве сообщили, что информация о стрельбе, о которой говорили очевидцы, не подтвердилась. Конфликт молодые люди решали, по всей видимости, с помощью кулаков и ножей. В больницу были доставлены три человека. Двое с сколото-резанными ранами, один с переломом челюсти. Как отмечают местные СМИ, причиной этой драки стала девушка. О других чрезвычайных происшествиях в нашей постоянной рубрике. В Краганде ликвидировали три точки нелегального игорного бизнеса. Свои терминалы организаторы замаскировали под национального оператора лотереи, который имеет право проводить розыгрыши на территории страны. Оперативники департамента экономических расследований изъяли шесть игровых терминалов. Организаторам незаконного бизнеса грозит два года с конфискацией. В поселке Шульбинске в Восточно-Казахстанской области пожарные спасли от огня 25 человек. Возгорание произошло в жилой пятиэтажке. Когда прибыли огнеборцы, пламя уже свирепствовало в квартире на втором этаже. Из зоны задымления срочно эвакуировали жителей. Обошлось без жертв. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. В Петропавловске из-за странных маневров водовоза пострадали сразу два автомобиля. Двигаясь задним ходом, водитель ЗИЛа не вписался в поворот и столкнулся с припаркованными пустыми машинами. Один автомобиль-водовоз печатал забор, пробив ограждение насквозь. Полиции пояснили, водитель был треск, но маневр совершил, пытаясь избежать наезда на пешехода. В Карагандинской области ищут жертв финансовой пирамиды «Лидер Капитал-168», куда вкладчики отнесли больше 80 миллионов тенге. По данным Департамента экономических расследований, компания обещала ежегодный доход от суммы вклада. Напомню, уголовное дело завели в феврале, а в апреле был задержан руководитель финансовой пирамиды. Сейчас ведется судебно-экономическое исследование, чтобы узнать точную сумму ущерба каждого вкладчика, начиная с 2015 года. Установлены 280 пострадавших, однако точное число до сих пор неизвестно. 82-летний житель города Ридера отправился собирать лечебные травы и угодил в карьер. Самостоятельно пожилой мужчина выбраться оттуда не смог, на помощь пришли спасатели. К счастью, медицинское вмешательство дедушке не понадобилось. Самолет вице-президента США был вынужден вернуться вместо вылета авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд из-за технической неполадки. По словам журналистов, летевших вместе с Камалой Харрис, судно развернули обратно примерно после 30 минут полета. Они отметили, что при взлете был слышен необычный шум, который издавали шасси, однако посадка прошла в штатном режиме. Харрис должна была совершить свою первую загранпоездку в качестве вице-президента. По данным Белого дома, спустя час она все-таки села на запасной борт и направилась в Гватемалу. Мы вновь в эфире. Оплата услуг сотовой связи бьет по карманам жителей переграничных поселков Кустанайской области. Из-за отсутствия казахстанских операторов население вынуждено пользоваться услугами российских компаний и, конечно же, переплачивать за звонки. А школьники и вовсе, которые готовятся к экзаменам, страдают из-за плохого интернета. Почему села остаются вне зоны доступа, узнавала Наталья Строкова. От основной трассы до Урнека 8 километров. По такому бездорожью их можно проехать за полчаса. Но для местных жителей это не самое страшное. Больше всего они боятся, если в пути сломается транспорт. Вызвать подмогу здесь нереально. Местами даже невозможно дозвониться в экстренные службы. Поездка домочадцев за пределы села – это постоянный стресс для сельчан, особенно зимой. Выехал, если, значит, всё. Ни российской, ни казахстанской связи нет. На дороге, если остановился, поломался что-то, то всё, значит, стоишь, пока не замёрзнешь или пока не дойдёшь куда-нибудь. Без связи и качественного интернета выпускница Оксана Мамержанова с перебоями готовится к экзаменам. Будет поступать в медицинский колледж. Папа возит нас на перекрёсток за 20 километров от нашего села. Там уже можно поймать казахстанскую связь и загрузить любую страницу с интернета. Поэтому часто готовлюсь в машине, прямо на дороге. Во время онлайн-обучения дома школьников обеспечили интернетом, установили усилители связи – российской. Половину затрат на себя взяли местные предприниматели. Через российскую связь дети выходят в интернет. Усилитель 70 тысяч тенге стоит. Половину оплатил местный предприниматель. Остальную часть мы сами оплатили. Каждый месяц по 5 тысяч тенге оплачиваем. Огрозят страницы плохо. Постоянные перебои. В Урнекском сельском округе четыре приграничных посёлка. Ни в одном из них нет казахстанской связи. Жители вынуждены пользоваться услугами российских операторов и переплачивать за звонки в роуминге. В эконом-режиме набегает около 5 тысяч тенге в месяц. Чтобы пополнить баланс или снять зарплату с карты, едут в райцентр за 80 километров. Нанимают машину. Вот если четыре человека поехали на одной машине, 7 тысяч, 8 тысяч надо заплатить, чтобы съездить с коробой. Это же тоже деньги. Понимание со стороны казахстанских операторов сотовой связи есть, говорят в местном окемате. Всё упирается в деньги. В местном бюджете нужной суммы нет. Очень большие проблемы в том плане, что покрытие российской связи большое. Для того, чтобы их связь перебить, нам нужно ставить большие вышки с усилителями. Это дорогостоящий объект, который стоит очень больших денег. Пути решения проблемы власти района продолжают искать. Ведут переговоры с казахстанскими операторами и пишут письма в профильные ведомства. Наталья Строкова, Ермик Мухамедьяров, Кустанайская область, Хабар, 24. 120 водителей большегрузов оштрафовали с начала года в Шемкенте. Многотонные машины превышают ограничения по весу и нагрузке на ось. Как итог, деформированный асфальт утверждают в транспортной инспекции. В мегаполисе решились на пилотный проект, который поможет оперативно выявлять разрушителей дорог. Рассказывает Катерина Попкова. Эту дорогу в микрорайоне Тасай не ругает только ленивый. На каждом метре ямы и трещины. Специалисты говорят, асфальт утасел местами на 10 сантиметров. Жители винят во всем большегрузы. Они ездят здесь ежедневно. Доверху груженные машины возят, как правило, песок и щепень. У нас здесь есть недалеко карьер, поэтому по этой дороге постоянно проезжают большегрузы. Дорогу пять лет назад полностью отремонтировали. А сейчас смотрите, какая она. Волна идет. Уже сколько лет так состояние такое. В грузовой ездят, поэтому... Попытки транспортной инспекции выявить тех, кто перегружает машины, не всегда успешны. Нарушения выявляют с помощью передвижного пункта. Но когда его сюда привозят, большегрузы, как правило, сразу пропадают. Охватить все проблемные участки специалисты физически не могут. Но с начала года выявили 120 фактов перегруза. Превышение по весам, само собой, у нас же тоже на качество дорог, конечно, влияет. В нашей инспекции шесть сотрудников. Из них вот сейчас вот буквально, вот сейчас у нас происходит процесс сокращения. Два сотрудника сократилось, у нас четыре инспектора всего. Само собой, это же очень мало. В филиале национального центра качества дорожных активов уверены, дороги портят именно тяжеловесные автомобили. В мегаполисе есть трассы, где постоянно латают дыры. В этом году, например, отремонтируют 295 километров дорог. 70% из них подлежат среднему ремонту. И на это выделены почти 8 миллиардов тенге. Большегрузы сейчас едут, которые с карьера, например, с Арыса, пески везут. Они перегрузом едут, трещины будут, просадки. В свою очередь, водители большегрузов сетуют на качество строительства самих дорог. Сайфула Шабулатов 20 лет за баранкой. Говорит, устал считать деньги, потраченные на ремонт авто. Дорога же плохая, видно же уже. Они сами вот эту дорогу слабо делают же. А так вот документально же у нас постоянно без перегруза же едем же. В этом году подрядчикам, занимающимся строительством дорог в мегаполисе, сделали больше 200 замечаний по качеству дорожного полотна. Дефекты заставили исправить. В ближайшее время в городе запустят пилотный проект – интеллектуальный транспортный контроль. Трассы, где чаще всего проезжают большегрузы, оснастят автоматическими весами. Специалисты уверены, так будет легче поймать нарушителей. Катерина Бобкова, Азамат Сометов, Шумкент, Хабар 24. Хакеры на 2 миллиарда. Как украсть кучу денег, чтобы об этом не знали ни банки, ни клиенты? Самая громкая в социальных сетях программа «Репост». Привет всем, кто сейчас смотрит канал Хабар 24. В эфире репост интересных новостей в сети сегодня. Достаточно, и о них расскажу я, Юлия Латыпова. Начнем сегодня с поста от канала «Джексиньюз». В Алматы осудили членов знаменитой хакерской группы 21 века. Но, пишут телеграмеры, не все так гладко. Имена преступников и названия их и учреждений держатся в тайне. Известно лишь, что хакеры вывели 2 миллиарда тенге из отечественных банков в 16-17 годах. Присутники открыли 250 платежных карт, на которые с использованием вредоносной программы зачислялись денежные средства банков и обналичивались через заграничные банкоматы. Так Суха дала информацию прокуратура Алматы. Между тем их дела могут увлечь как захватывающее шпионское чтиво и лечь в основу хорошего фильма, считают сетевики. Ведь они были членами банды, действия которой изучали по всему миру. А их аферу прозвали не иначе, как «ограбление 21 века». Потому что они замечали, что со счетов исчезают деньги ни клиенты банков, ни сотрудники безопасности. Например, у клиента банка имелся счет на 1000 долларов. В какой-то момент хакеры меняли сумму на 10 тысяч долларов и 9 тысяч отправляли на свои счета или банкоматы. За программированные банкоматы установленное время выплевывали наличку в руки мошенников. А так как сумма у клиента оставалась все той же, то и тревогу никто не бил. Что, естественно, позабавило комментаторов, и они предположили, кто за все это будет отвечать. Казахстанские банки в результате кибератак потеряли миллиарды тенге. А вот возмещать потери придется не киберзащите. Телеграмеры пишут, что история эта темная, так как, хотя группа и перестала действовать в прежних масштабах, она все еще существует. И будем надеяться, что тестировать киберустойчивость наших банков они не захотят. Коротко о креативности в Казахстане. Телеграмеры рассказывают, как в Караганде решили отличиться и сделать парящий 3D-креативный пешеходный переход. Но получилось так, как получилось. Жители ругаются в соцсетях. В Акимате говорят, что это просто эксперимент, на который не тратили бюджетные деньги, все обещали перерисовать. Вот только, уточняют сетевики, подрядчик подписал с местным отделом ЖКХ контракт на 185 миллионов тенге, из которых почти 63 компании уже выплатили. Поэтому называть благотворительностью такие 3D-переходы, поверив в слова госслужащим, телеграмеры не торопятся. Далее новость с пометкой «Каждый день одно и то же» от канала «Вилочь Казахстан». В Алматы сомнительный флешмоб самоорганизовался давечем. Почти 50 алматинцев с травмами от электросамокатов обратились только в одну больницу в течение мая. Двое из них скончались в результате серьезных травм. Врачи клиники, куда обратились или были доставлены любители электросамокатов, считают, что проблема назрела и требует участия всех сторон. И владельцев электросамокатов, и сотрудников управления дорожной полицией, и районных Акимов, и даже СМИ. Они предлагают ввести дополнительные правила и ограничения использования этого вида транспорта. Комментаторы, сравнив поведение водителей электросамокатов и автомобилей, поспешили с выводами и кричат просто-таки «Наконец-то, наконец-то найдена причина всех проблем с казахстанскими дорогами». Это люди! В эфире нашего канала уже рассказывали о случаях в Чиринском каньоне и в Туркестанской области. Мы за то, чтобы таких историй было меньше. Поэтому следующий обзор на пост телеграм-канала Тингистан с советами, что надо знать тем, кто идет в поход. Пунктов достаточно много, поэтому советуем их прочитать и со всеми ознакомиться, ведь они могут спасти жизнь. И если вдруг отчаяние и желание побыстрее отправиться покорять горные хребты и пересилит инстинкт самосохранения, мы за то, чтобы уделить внимание и время хотя бы основным правилам. Итак, сообщите о дате, времени, маршруте и цели своего похода родным и близким. Учитывайте прогноз погоды для данной местности, продумайте запасной маршрут движения на случай чрезвычайной ситуации. С собой должны быть как минимум запас воды и еды, теплые вещи, удобная обувь, теплые носки, перчатки, шапка и аптечка. Захватить следует и зарядное устройство для телефона, баланс которого тоже стоит пополнить. Считаю, что не лишним будет и оценить свои силы на поход. А в случае, если, например, уже в горах засомневались, что не все в порядке, не пренебрегайте своевременным звонком в службу спасения. Это действительно может спасти вам жизнь. В соцсетях есть еще много интересного, заходите и читайте. Ну а сейчас к необычной новости. В Грузии у молодоженов за год на свет появилось 20 детей. Такое большое количество младенцев у семейной пары родилось благодаря суррогатным матерям. За их услуги они заплатили в переводе на наши деньги больше 80 миллионов тенге. Справляться с таким потомством помогают 16 нянь, услуги которых также выливаются в кругленькую сумму. При этом супруги не исключают, что у них еще будет пополнение. К слову, вдобавок к 20 малышам у пары есть еще и 10 детей на двоих от первых браков. Тем временем принц Гарри и Меган объявили о рождении дочери. Своего второго ребенка они назвали Лилибет Диана. Первое имя пара дала в честь Елизаветы Второй. Это ее семейное прозвище. А второе было выбрано, как у ее покойной бабушки, принцессы Уэльской. Девочка родилась в 11.40, 4 июня в больнице Санта-Барбара. Ее вес составил 3 килограмма 200 граммов. Как сообщается, мама и новорожденная чувствуют себя прекрасно. Лили, 11 правнучка королевы и 8 в очереди на престол. Поздравляем прекрасную чету. С вами был Арстам Балтин. До встречи вам хорошего дня. Не болейте, берегите себя. Увидимся.